Три месяца назад в сети появился Дринкер Мод. Интересный и весёлый мод на Сталкер. Я его снимал, мне всё понравилось, и вот, спустя время, выходит Дринкер Мод 2. Его концепция немного иная. Если прошлый мод был весёлым, то это тоже какой-то хоррор. Кто не видел первую часть, обязательно посмотрите в закреплённом комментарии. Ссылка. После этого вы можете возвращаться. В прошлом моде главный герой страдал от алкоголизма, и я ему помогал вылечиться. Сейчас же, после того, как он излечился, он хочет прийти к просветлению. Как бы это странно ни звучало. Давайте ему поможем. Не забывайте оценивать видео, подписывайтесь на канал, если ещё не сделали этого. Наливайте себе вкусный горячий чай, не пугайтесь, и приятного просмотра. Я избавился от этой чёртовой зависимости, и решил двигать свою жизнь к просветлению. А просветление, как известно, в религии. Силой религии были крестоносцы. А крестоносцы это рыцари, логично. Значит, кто мне нужен? Самый лучший рыцарь. А самый смелый был из них Артур. Король Артур был самый смелый рыцарь. Ну что ж, отправлюсь я в его гробницу. Всё понятно. В общем, похоже, главный герой вылечился от пьянства, но подсел на что-то другое. Потяжелее. Какие-то крестоносцы, рыцари. Ну давай посмотрим. Так, я появился где-то. Ничего не видно. Так, фонарь. Что у меня в инвентаре с собой есть? Один бинт. Алекс Френаски. Вольный сталкер. Ага, карты никакой нет. А что мне надо тут делать? В общем, сделано, я так понял, всё в виде вот такого какого-то хоррора своеобразного. То есть, представляете, страшилка. Чё, к нему надо подойти, что ли? А-а-а! Кого? Иди отсюда. Иди отсюда. Всё, хорош. Вырубайте, вырубайте нахрен свою страшилку. Кого? Как её поджечь? Подожди, костры вроде как-то можно поджигать, я точно помню. А как? О, аптечка. Не поджигается. Короче, как-то тут что-то можно поджигать, я это точно помню. Может, мне его убить надо? У меня нет ножа, у меня ничего нет, ребят. То есть, именно убить я его никак не могу. Так, я появился где-то тут, верно? Я просто пытаюсь что-нибудь найти. Какой-то ящик, не обыскивается. Я читал описание, там говорили, что можно поджигать лампадки вот эти всякие. Но как? У меня нет ничего. Да иди, иди отсюда. Мне разработчики, короче, что-то страшное сделали. Так, вот это. Заправить керосиновую рампу. Нет керосина. Всё, понял, надо керосин искать. Да какой белый дракон? Отстань. Ещё один тут где-то. Нифига не видно. Ну, в общем-то, в этом и фишка игры. Так, я прошёл оттуда, тут я был. Генератор. Что там? Канистра. Ага. Ещё канистра. Канистра с керосином до сих пор сильно пахнет, значит, горит. И жуков я не встречу. Какие жуки? Ну, как бы, наверное, кто-то скажет, зачем тратить канистру сейчас. А вот я бы потратил. Ну, допустим, заправить. Так, подожди, а зажечь-то у меня нет никаких спичек? Нечем поджечь, ты сори, а? Это что за чучело стоит? Ну, кодовый замок. То есть, мне в любом случае надо куда-то пройти. Пройти я пока не могу, потому что я нахожусь в каком-то в этом зале. Слушай, а вот это чучело не можете как поджечь? Да какой белый дракон? Кто дракон-то, я? Я говорю, у меня шиза, белочка. О, гг. О, смотри, горит лампочка. Я могу её поднять? Ф. А, вот тут спички были. Разработчики для меня подожгли. Так, а дальше-то можно тут пройти? Ой-ой-ой. Ой-ой, нет, нельзя, всё. Я что, застрял? Нет! Всё, отлично, вышел. Надо сохраняться же, теоретически. Так, какая-то доска. Думал, что карта, но по факту нет. Ну и теперь нам нужно найти ту... А-а-а! Подожди, 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 подожди. Где я? Блин, я в тупике. Так, эту я трогал. Угу. Зажёг. Какая красота. Так, нам нужно что-то вот тут сделать. Скелет, череп, это всё не подбирается. Кодовый замок. Я не знаю, какой код. У меня канистры-то ещё остался бензин? Вроде да. Но где ещё спички? Я без понятия. Какая красота. Как их замочить-то, я не пойму. С ними ничего нельзя делать, нажимать никак. Смотри, бегают, твари. Пойдём снова по Некселю. Тут генератор. Генератор работает. Канистру с него я забрал. Так, ну нам нужно где-то что-то найти, правильно? Я уже опять вернулся в начало. Я пока нифига. Ну, кроме вот одной спички найти не могу. Какая азбука Морзе, вы чё? Ой-ой-ой-ой. Мне придётся сейчас что-то решать, тут какие-то приколы. Да, ну значит, если тут есть азбука Морзе, значит, где-то есть и в том числе. Кот, правильно? Мне кажется, мне нужно идти в ту сторону, где была собака. А, ну я заправляю лампу. Ну зажечь ты мне её не... А, я уже могу всё поджигать. О, аптечка, кстати. Я-то думал, у меня спички уже кончились. Но вот, например, свечу он не поджигает. Чё вы там орёте? В ту сторону уже не пройти. Какого желания Бога? Мы тогда вот эту зажгём. Оказывается, я всё могу поджигать. Я-то думал, мне, короче, для каждой лампы надо будет заново искать спички. Я-то одну коробку подобрал. Оказывается, нет. Ладно. Так, мужики, отстаньте, пожалуйста. Лампа хорошо светит. Какое-то время, видишь, у него типа анимация проигрывается, что он заправляет эту штуку. Потом, соответственно, можно поджигать. Сейчас мы тут все лампы зажжём, чтобы не было страшно. Логично? Я думаю, вполне. Этот уровень, в общем-то, взят из пенумбры. Я в пенумбру не играл. Может быть, зря? Может, мне стоит её на стримах поиграть? Говорят, годная игра. О, тут дырка какая-то. Я чё, из неё вышел? Скорее всего, да. Разработчики, видишь, какие заботливые. Сделали даже дырку, из которой я вылез. Да, подожди, ну есть азбука Морза, хорошо. А где кот-то? То есть где-то же должен быть наверняка кот. Может, около той двери написано где-нибудь? Потому что на табличках ничего нет. О, можно ещё заправить. Отлично, поджёг. Что-то где-то же должен быть кот. Куда собака-то делась, в которой я проходил? Чучело стоит, что-то. Но у него ничего нет. Тут нигде ничего не написано. Если активировать замок, тоже на нём ничего нет, каких-то отметок. А, ну тут есть какой-то проход или что-то. А, ну вот, есть как раз-таки то место, куда я не ходил. Тут собака была. О, петля. Что за звук аномалии? Это типа аномалия стоит. Как мне пройти? Ну, я типа пропрыгнул. Так, ну тут бы зажечь. А, там собака опять. А! А, она получает урон, смотри. Она получает урон, когда наступает в аномалию. Всё, мне смерть. Ой, ладно, что-то с этой собакой надо делать. Я там ни одного фонарика не нашёл в той части. А, они ещё умеют по камням лазить. Логично. Хоть бы было тут что зажечь. А! Достань! Куда идти? А, во, вижу. Круто меня укусили. Они лампу разбили. Ну чё? Какая же стрёмная. А, я горю. Меня подожди, ребят. Типа своим ударом. А, это они такой огонь составляют на колу? Чё, всё, да? Со всех сторон на меня набросились. Так, а как мне тут пройти? Тут нихрена не видно. Там какие-то коробки, туда никак не пролезть. А, она сдохла в аномалии. Супер, я сохраняюсь. Всё-таки в аномалии, да, она умирала. Ну давай поджигать теперь лампу. Чтоб хотя бы тут было светло. Отлично. Кое-что разжёг. Тут как такового ничего нет. Ну просто знаю, чтобы был уровень. Более освещенный, чтобы я видел что-то, кто-то. Что-то, где, что, как. Так, ну и что? Тут очередная табличка, на которой ничего не понятно. Никаких намёков на код. Здесь можно залезть куда-то за вот эти вот балки. Здесь ничего. Так, тут тупик просто по факту. Опять свеча, которую нельзя зажигать. О, бинты. Спасибо. А, они застряли. Круто. Подожди, их тоже можно завести, получается, в аномалию? Или думаете нет? О, ещё лампа. Разжигаем. Ну тут как бы тоже особо ничего. Или я всё-таки куда-то вышел? Да, куда-то вышел всё-таки. Так, во-первых, у меня нет ножа, чтобы разбить ящики. Поэтому это тупо забей. Блин, это азбука Морзе. Ё-моё. Свечи бывают разные. Помни, это мой др. А, всё дело в подсвечниках. Кого? А как понять? Это какой-то интеллектуальный контент пошёл. Я такое не умею. О, вот это мне надо. Может, тут что есть? Короче, я записал то, что тут проигрывается. На бумагу. Представляешь? Это чё вы дожили? А дальше-то что с этим делать? То есть идти туда, к таблице той. Попытаться сейчас разобраться, что за код в итоге. Надо было их тоже завести какую-нибудь аномалию. О, какой-то там маленький. Какой-то человек висит. Похож на одного из них. Как нашёл азбуку Морзе. Ну что мне это даст? Первое было 4-1 точка. Или 4 точки 1-1. Такого тут нет. 4 точки 1-1. Хотя нет, есть 4. Но там, наверное, всё-таки тире были. Так что это 9. Второе было 2 точки. И потом она молчала довольно долго. Потом 3 точки. Как это понять? Так есть просто 2 точки, 3 точки. Где-то из 5 знаков состоит. Так что 2 точки и молчок. Что это значит? Короче, я всё-таки перевёл азбукой Морзе. Там написано. Первое сообщение это 9. Второе. И свечки. 9 и свечки. Чего? Либо я дурак, либо я что-то не так делаю. 9 и свечки получается. А что свечки-то? Ну видел я пару свечек, которые не пожигаются. 9, ну вот первая свечка. 9 и свечки. Типа сколько свечек посчитать? 9 и свечки. Ну вот одна. Как понять-то? Ё-моё, прикинь как замудрили, да? Ну допустим, ладно, одна. Ну вот вторая. Причём они... Ну они конечно различаются, но не настолько, чтобы что? 9 и свечки. Ну и что? Ну хорошо, даже если я посчитаю. Ну будет 5 свечек и что? 9 и 5 код? Ну нет, вряд ли. Или тут считать сколько лепестков у свечки? Раз, два, три, четыре. Пять. 5 лепестков. Или как понять? Или наверху где-то что-то смотреть? Потому что сама свечка, она не поджигается просто ни под каким углом. Они стоят на коробках. Может на коробках что-то где-то написано? Да нет, на коробках ничего нет. Над свечками тоже ничего нет. А, или что? Или тут нужно посчитать сколько здесь ящиков? Один ящик, вот. Ну вот ещё 2-3. Типа, ну... А как? 9 и свечки. Ну то есть первая 9 и свечки. Что свечки? Ну вот свечка. Ну тут нет никаких ящиков. Ну я причём уже, да, её смотрел. То есть конкретно в этой комнате ящиков нет. Соответственно, что? Класс, меня заметили. Чё, тушкан? Какие тушканы? Откуда? Ну вот ещё свечка. Но здесь нифига нет. На что ты внимания обращаешься? Что свечка стоит на двух бочках или что? Всё дело в подсвечниках тут написано, да? Свечи бывают разные, всё дело в подсвечниках. То есть надо обратить внимание на подсвечник. Ну, тут-то ничего нет, вроде нет. Всё дело в подсвечниках. Ну? Чё, это квадратный подсвечник. Что это, ноль? Или что? Ещё один квадратный подсвечник. Ну два. Два подсвечника или что я должен из этого сделать? О, кстати. Ну допустим, вот два подсвечника. Ок. Туда, кстати, никак вроде не забраться. Но она сама по себе горела, тут спички лежали Тут уже какая-то такая квадратная Раз, два, три, четыре Тут еще одна квадратная, то есть три квадратных Ну или какой я еще из этого должен вывод делать? Три квадратных, это какая? Это, по-моему, тоже разветвленная в итоге, да? Квадратная разветвленная Раз, два, три, четыре Как и на той было Там тоже камотоки с светящимися глазами, жесть Два их, у них грибы что ли на голове? Непонятно Короче, я уже тут долго сижу, мучаюсь и не могу понять У нас получается три подсвечника квадратных И два вот таких, четырехлистных Правильно, тут четыре листа? Или пять? Раз, два, три, четыре Нет, это квадрат с четырьмя лепестками То есть два квадрата с четырьмя И три подсвечника квадратных просто Правильно, правильно? Что-то я, ребята, вообще не вкуриваю Вот, еще один, это четырехлистный Но он горит То есть два четырехлистника, раз квадратный У меня уже глаза болят в эту темноту вгладываться Два квадратный В ту сторону никак не пробраться Потому что там непонятно Еще один квадратный, третий Ну тут я уже был Получается, я все нашел подсвечники Ну, то есть, получается, 2-4 листах и 3 квадратных, как я и говорил. Ну, и что мне это дает? Это мне не дает ровным счетом ничего. То есть, первая цифра 9, потом что, 2-3? 9-2-3? Ну, потом попробуем 9-2-3 написать. Кстати, шприц какой-то лежит. Что-то мне подсказывает, что ничего не будет, если я введу 9-2-3. Обычно же код состоит из 4 цифр. Ну, допустим. 9-2-3. Я забрал меч короля Артура. Ожили его зомби. Я не знал, что делать. Но нашел рядом тело. Другого человека. Тело было свежее. Рядом лежал телеграф. Хм, что-то я думаю, это он оставил послание и записки. Но хорошо, хоть с ним был рядом Спас. Не знаю, кто его убил, но Спас мне нужен. Я обыскал все тело и нашел. Там дробь. Мне барабанную отнюдь. И хорошо, хоть здесь она мне пригодится. Я выберусь, меня не остановит. Ни единый оживший тут труп. На самом деле, не очень сложная загадка, конечно. Так, у меня меч. Не понял. А, это на единичку меч. Я так же Спас. Все дела. А что он туда не заходит-то? Ну. Не знаю, но теперь он туда не заходит. А что мне теперь-то сделать-то? Вот и все. У нее меч в руках! У мышки в руках меч! Стоять, тварь. Короче, я не понимаю, что дальше делать. Это типа мертвый крестоносцы вот этого. Видишь, у них типа шлема на голове. О, этот развалился, кстати. Никто из них не обыскивается. Ага, все, я перешел. Вернулся к дырке, из которой я, вероятно, вылез. Может быть, и не вылез. Но в итоге, перехожу на другую локацию. Ура, поверхность! Если честно, у меня прям уже давление какое-то на глаза прям. Так, это какая-то новая локация. Ну, новая в том плане, что... Ну, я вообще такую засталкер не видел. Наверное, тоже из пеномброши-то вытащили. В общем, тут тоже можно легко выйти за карту. Ай, там военные с автоматами! Не надо, не надо. Ай, все, ясно, короче. Тут уже автосейв. Ну, мне любопытно, что тут и как. Грузится, конечно, моментально. Ладно, погнали вперед. Тут у нас калаш и патроны к нему. Калаш даже с подствольным гранатометом. Да, пожалуй, вот так вот сделаем. На первый слот калаш, на второй спас. Одиночный режим стрельбы. Зарядим подствольником. Так, ну, если идти в эту сторону, то тут как бы... Что, будет что-нибудь? Да вроде бы нет. Ага, смотри. Броня серьезная. Куча всяких патронов. Гранат. Все, броню он сразу же одевает. Не зря я сюда заглянул. Ну, теперь, видимо, непосредственно к воякам все-таки. А, у вас за... О, дерево простреливается. А ну-ка. А, тут гранаты в очень потухлой траектории летят. Как в оригинале. Это странно, но почему-то воги в оригинале летят отвратительно. Ну, вообще, подствольные гранаты. Так. Что-то за аптечку использовать. Они что-то куда стрелять в ту сторону? Не пойму, что они там хотят. Давай лимонку кинем. Передумать сохранить. Ну, не, раздали, давай кинем. Что теперь до конца игры сохранять? У этого товарища что было? Ну, так, все. Так, прячусь за камень. Что они в ту сторону воюют? Не пойму, кто там? Я ж тут, алё. Все, вроде как всех замочил конкретно тут. Ага. Теперь у меня вонос не скончил. Опа. Что-то там сильно перегружено? 47 из 50. Ладно, СВДшку я... Ну, с другой стороны, а вдруг что-то будет там на дистанции? Да где ты прячешься нахуй? Так. Отлично, подошел ко входу в пещеру. Обыскал далеко не всех. Но я не думаю, что мне это нужно. Прям каждого досконально обыскать. СВД хуй хотел на всякий случай взять. Но если уж мы опять в пещеру входим, вряд ли там будут какие-то большие дистанции, расстояния. Тут что такое? А-а-а. Тут пистолет и патроны у меня. А, воу, хо-хо-хо. Вот эту дуру мне дали. Ну, не знаю. Раздали, давай возьмем. Вообще, конечно, стреляют. Тут гранаты очень отвратительно. Все, погнали. В пещеру. Ох ты, что-то там красное горит. Туда идти, сюда. Вот тут тупик, да? Просто что-то светится. Лампочка со скелетом. И в принципе ничего. Просто слышу, как кто-то хрюкает, там стонет. Тут уже, наверное, дробовик пригодится. Ничего опять не видно, да? Да, они опять разговаривают. Это желание бога. И воюют между собой. Да, они бояки стреляют. А, и тут райный бояка. Ого, что творят? С ума сойти. Помочь ему, разумеется, не могу. Ко мне идут. Хватит мне стрелять. Короче, от них отлетает огонь, который дамажит. Выносит и скачается со скоростью света. Какой живучий. А тут жители, я так понял, спавнятся из этих домов. И постоянно идут просто. Жесть. Еще когда в него стреляют, что у него искры отлетают. Так, ну а мне, судя по всему, в эту пирамиду центральную. Я бы, конечно, полазил по домам. Вероятно, там что-то спрятали. Но я боюсь вот этих вот ходунов. Хотя вот кто-то скажет, вот, зачем же тебе дали тогда вот этот гранатомет? Ну, давай, ладно. Ну, вот, типа. Подорвал двоих. На одиночную цель уж я не буду тратить. Они спавнятся, что ли? Я не пойму. Походу, спавнятся в домике. Ладно, я не буду тогда на них, наверное, силы тратить, ребят. Или что, думаете? В домах все-таки что-то будет? Нет, туда я зайти не могу. То есть, а тут только выйти могут. Разработчик по-хитрому сделал. Скорее всего, где-то что-то спрятано, но... Не, я текаю. Я боюсь их. Все, до связи. Захожу вот в какое-то строение глобальное. Пирамида или что это? Ничего не видно. Хоть ПНВ подрубай. Наверху растут лианы. Надо быть осторожным. А мне, судя по всему, в лифт. Которую либо вверх, либо вниз. Не знаю уж. Допустим. Не, ничего не происходит. Пожья, как же тогда? Все-таки всех зомбу перебить? Не, ну дроби у меня, дай бог. Нормально. Буду по углам шариться, наверное. Бегать я не могу, да. Прямо на перегрузе жестко. Ну да, короче, выкинем. Ладно, это СВД, шо я с ней таскаюсь. В общем, я не знаю, как-то ли связано это с Пенумброй. Вот это вот. То, что мы сейчас играем. Что там военные стреляются с этими зомбиами. Но, так как я не играл в Пенумбру, поэтому тут ничего не могу сказать. Если что, пишите в комменты. Может, я даже как-нибудь поиграю на стримах, пройду. Потому что много слышал про эти игры в серии Пенумбра. Говорят страшные. Так, ну тут-то, в общем-то, ничего, непонятно. А, вот, смотри, какие-то рычаги. И что это дает? Звучало, как будто я выключил свет. Все, обратно ты уже его не сделаешь. А что случилось? Лифт заработал? На лифте, если что, никаких рычагов нет. Окей, а, вон, на всех столбах есть рычаги. Ну давай. Наверное, их надо в какой-то последовательности, да? Ну, опять-таки, обратно их уже нельзя. Да, он там теперь тоже рычаги. Все, прожал. Дальше что? С другой стороны рычаги? Да нет. Теперь лифт заработал? Или тут все-таки нужна последовательность определенная? Если нужна, то они должны подняться, все эти рычаги. Они не поднимаются. То есть, в общем-то, я просто все рычаги опустил. И могу, наверное, войти в лифт теперь. Да, процесс пошел. Вау, он еще и работает, смотри. Он еще и реально поднимает. Я не знаю, как это сделали. Ну, я не помню ни разу, сталкер, чтобы был рабочий лифт. Вы помните? Ай, там что-то лежит. А, это обычный скелет. Ой, выключи. Блин. Я, короче, неправильно увидел, что там было в конце. Потому что я был с ПНВ. Давай перезагрузимся. Там какой-то паук, что ли, большой. Так, тут все тоже трестут. Вроде все. Давай, все, пошел процесс. Я думаю, можно попробовать спрыгнуть на второй этаж. Если это возможно. Вот типа сюда. Тут скелеты какие-то. Это типа те, кто также решили прыгнуть, да? Повыпендриваться. О, смотри, какая огромная лифт, ничего себе. Ну нет, тут ничего интересного нет, кстати. И все, и типа ничего не происходит. Я еще и вниз спрыгнул. Ладно, теперь нормально. Попробуем уже посмотреть, что там конкретно. На что-то было мое внимание обращено. Куда-то вот в эту сторону посарил БГ. А, все жмыхнуло. Ладно. Что это значит, непонятно. В общем, на самом деле, как будто не имеет этот мод связи с первым модом. Дринкер 1. Который больше был как будто фанни, знаешь, такой веселый. Там ходишь, какие-то водки собираешь, какой-то контролер с рупром, какой-то псевдогигант-бутылка. Это такой был веселый мод. Тут какой-то уже страшилки прям пошли непонятные. Так что связь между ними сомнительна, но я так понимаю, что разработчик просто экспериментирует, что-то делает разное. И это круто. Желаю ему удачи и не останавливаться. То есть смотри, он попробовал так, этак, что-то еще. То есть такие нетипичные моды на сталкер. Я их всегда любил. Например, стоит вспомнить оставшийся умирать. Крутой мод, я его обожаю. Ну и даже модом не назвать, как будто отдельная игра на X-Ray. VR-но-талон, где сталкер на луне, тоже прикольно, самобытно, да? Интересно. Тут вот что-то разное разработчик пробует. Удачи ему в этом, надеюсь, он не остановится и будет пробовать что-то еще. А вам спасибо за просмотр. Ссылку на первую часть, если кто-то еще не посмотрел, найдете в описании и в закрепленном комментарии. Зацените. Там веселый мод такой прям, можно посмеяться, позабавиться. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!